Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 лаваш стряпает ну замариновал вчера такой вкусный он когда живой был хрукал а может мычал хрен его знает ну но не блеял точно так что пацаны сегодня будет шашлык а знаешь почему ой работал смотри сколько 623 короче заимка законсервировал на зиму закрыл все вода сливали со все домики трассы продували антифриз в горшки заливали во все раковины эти самые умывальники и души и везде ой много работа пасаны ой и такой нехорошего потому что вижу зима почти что холодно так неприятно я прямо пишет маленькие это самое и фуфаечка такой чуть-чуть немножко приводы ездил пасаны смотрел мишка не ходит елки-палки чон дурной возле дома ходить да чё пацан еще хотел вам скачет не знаю баня хотела сделать сегодня но этот наружный не хочу печка топить ветер такой вещь может в доме включу кнопочка так нажму и банька будет ну вспомнил пасана исполнил что хотел сказать узнаешь такие там эти вот ютубовцы до волки позорные у них лохотрон полный там этот имени лайки поставь там жопу меня поцелуй я тебе это самое приз разыграем там это футболка или кепка или там шиш на постном масле тебе вышлю мы не такие пацаны мы серьезные мы никогда лохотроны не устраиваем вот давай так вот если ты недалеко живешь если соскачь иван скажем живешь да если ты хочешь медвежьей шкуры до чтобы бросить там чем-то ногам приезжай я тебе подарю бляха муха только честно так сурово блин по-чекистски так прыгнул машина приехал забрал до свидания все ни копейка себя не возьму хороший крупный такой исключительно черный медведь шкура значит это всякие там зубы не знаю там есть башка наверное есть а может нету не знаю нет наверно нету а это клыки тоже наверно нету башка вытащили наверно ну так все есть зато там какие шарики ставишь вместо глаз и когти когти у него есть ой красивый черный шкуру такой медвежий приезжай короче братан вы на охоте ребята я хочу проверить вот это вот русло вдруг всяко бывает обойду по периметру видите везде песочек и посмотрю следы есть или нет выходные выходные по фигу окей и вот пока я иду смотрите что я нашел здесь уже были люди видите стрельнули дробью крупные зачем не знаю когда-то давно здесь квадрик проезжал в принципе больше ничего нету что меня опечалило я когда приехал в эти места смотрю там пикап припаркован какой-то уже товарищ такой же умный как и я ну я думаю квадрик разгрузил на квадрике уехал куда черт его знает а я хочу погулять потихоньку сейчас пока идем по науке все против ветра ветер нам в лицо потом если будем обходить то ситуация изменится но все равно мы будем наверху а если дичь есть то она внизу то есть может быть шанс всегда есть а другой этот аспект бывает иногда что друг охотники друг другу помогает и кто-то один спугнет дичь и она будет двигаться в сторону другого ну как то так вообще надо внимательно смотреть может даже зверь где-то не шить просто представляете ребята это когда-то было дном океана песочек кругом камушки очень интересные лосиный след тоже есть старый он пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел трудно сказать какой свежести потому что первый же дождь и ветер могут замести у медведя все равно более продолговато это ведь и круглый год но в почве есть также малюсенькое содержание глины и она твердеет после дождя чуть-чуть не такая рассыпчатая вот видите хорошо видно что это был барнакопытный мы туда колесили с потехами песни пели глядели в окно а назад только грустно так ехали по лесной дорожке и глазели по сторонам мечталось это все совсем по-другому пацаны думал лося значит разрежу на кусочки положу в автомобиль потом пойду мяты пособираю потом пойду крысиный хвостик пособираю потом чуть-чуть лисичек на жароху потом чуть-чуть мацутаки на хереху пацаны смотри блин человек приехал культурный с припарковался и куда-то как культурный ушел у него есть лодка у него есть квадрик и он стоит возник лучше мусора эти места хорошо индейцы знают они здесь по сути тоже может к реке еще 20 километров на хорошие лесовой красивые красивый хвостик я упомянул знаете что такое на сами народе в гугле там или где блин рад руд крысиный корень почему так называется потому что это когда он очень похож на эту как там асока рогозов хрен его знает короче это котл т.л. котл т.л. посмотрите листья точно такие же ну только котл т.л. там знаете вот это такие этот красивая штука которая потом семена бросает у рад руд и есть такая это как крысиных хвостик ценится популярен на корень корень этого растения у индейцев он очень популярен они меня на медне угостили так я чуть пожевал елки-палки это блин не знаю как вьетнамский бальзам блин чуть-чуть крошечку пожуешь у тебя сразу это чуть не в под бросает очень такой это но но вроде противный вроде не такой но лечит от всего на свете как всегда но а еще они его возят с собой как талисман и рассказали мне покупать нельзя тогда теряет свои магические свойства вроде где берешь у шамана а как рассчитываешься табаком мы потом тудим-сюдим там рассказали где растет ну и так понятно где растет да на берегах там озер болот там то все блин где и вот это сока растет если найдешь много не бери но они действительно знать это корень и от него это пошел пошел и другое потом растение растет и так они все связаны и поэтому чтобы не убивать их но скики надо взял а потом говорит когда взял надо табачком посыпать игру вы блин как эти русские будут они тоже блин там в сибири вдоль этих там путиков там или дорога блин там ленточки куколки всякая херня больным так что пацаны когда-нибудь мы пойдем крысиных хвосты собирать некрасивый корень вот так рад рад рут р-а-т если по-русски да ну английскими буквами и рут это r-o-o-i-t и google вам все выплюнет и будет вам счастье и жуйте его и будете вы блин знойные как у меня такой бардак в машине я потихоньку превращаюсь в индейца вот здесь пакете эти лисички я забежал в лес быстренько нормал на жарёху увидел это очень очень много мусора там это вон баночка светится на веточке это наши эти нулевые значит жители планеты все здесь наметили затесы начали делать на деревьях грамотные стали и красные ленточки везде 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 там через каждые 5-10 шагов ну мне просто приколола я пошел посмотрел где они шар уходится а потом кружок дал так это и там где они не было вишу там я немножко набрал грибов ну так грустное зрелище когда они столько мусора оставляют конечно и в такие места я обычно не езжу это просто смысла нет знаете так далеко зарюхаться чтобы набрать этих грибочков включил камеру я не взял с собой камеру надо было взять один из ребят это подписчиков сказал вот эти грибы мацутаки но что в россии не такие такие ветрянки там или какие-то ты ошибаешься знаешь я сегодня обратил внимание таких действительно полно я их часто пинаю так или сорву так понюхаю и выброшу потому что они это нейтральные запаха у них вообще нет этой и вкус это но мы считаем несъедобными вообще никто не берет их очень много в лесу они это самое но может принадлежат к семейству мацутаки может это ну один из подвидов но даже близко они короче не жили с этими мацутаки и никакой ценности собой не представляет настоящий мацутак если его раз понюхать что это не забудешь просто больше в жизни поразительно я такого запаха не случился грибов в природе вообще я даже не знаю ясно что они подсосными растут то все там гриб совы по сосна сосна там это но для хамоху они сосной не пахнут а чем-то таким просто я не знаю для меня это просто это чуть не искусный запах чуть не парфюмерии ну это с водкой вращение идет пацаны вращение идет поэтому даже не парьтесь это только для тупых японцев японцев это это как-то